Вера, надежда, любовь Но их три единства относительно молода. Вера, надежда, любовь, как триада, существует только около двух тысяч лет. Первым их объединил апостол Павел. В своем письме к коринфянской церкви он пишет, «А теперь прибывают сие три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Вслед за Павлом об этой замечательной троице говорили и другие. «Знаешь ли ты трех сестер?» – спрашивал русский полководец Суворов. «Вера, любовь и надежда. С ними слава и победа, с ними Бог». О них пела Булат Акуджава и Виктор Цой. В честь веры, надежды, любви трех римских сестер-мучениц учрежден церковный праздник. Эти христианские добродетели нельзя переоценить. Это три опоры нашей жизни. Если они разрушены, разрушена вся жизнь. И наоборот, если они остаются, все можно восстановить. Жизнь продолжится и даже расцветет. В течение трех ближайших передач мы с вами будем подробно говорить про эту важную духовную триаду. А сегодня начнем с ее первого слова – с веры. «Блажен, кто верует. Тепло тому на свете». С этим грибоедовским выражением нельзя согласиться. Действительно, вера способна привести душу на вершину блаженства. Вера лежит в основе многих достижений и побед. Военные успехи шведской армии времен Карла XII зависели не только от талантливых полководцев. Удивительные победы шведов во многом объясняются их богословием. Шведы были протестантами и верили в свою богоизбранность. Пасторы учили солдат идти в атаку в полный рост, веря, что без Божьей воли их не заденет ни одна пуля. Библия говорит, что люди верою побеждали царство, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. На такое способна не всякая вера. Вера бывает разной. Есть тщетная вера, есть слепая. Есть детская вера, есть вера бесовская. Библия. Некоторые вообще не верят. Часто под верой подразумевают вероисповедание. Но что же имеет в виду Библия, когда говорит нам о вере? Согласно Библии, верить значит ответить, откликнуться. В Ветхом Завете вера всегда сопряжена с каким-то Божьим призывом. Бог к чему-то призывал, а человек либо отвечал на этот призыв, либо отвергал его. Так Авраам, которого почитают три великие мировые религии, в свое время откликнулся на Божий призыв. Он оставил свою родину, отказался от идолов и начал кочевую жизнь, идя туда, куда направлял его Бог. Про него написано «И поверил Авраам Богу, а он вменил ему это в праведность». Поверить Богу обозначает ответить на его призыв. И наоборот, не верить обозначает этот призыв игнорировать. Может быть, именно поэтому мы часто чувствуем себя несчастными. Дисгармония в отношениях с Богом отражается на всех сферах нашей жизни. И вера, просто существование Бога, никак не прибавляет нам счастья. Наоборот, это серьезно его уменьшает. Потому что верить, что существует праведный Бог, обязывает верить и в другое. А именно, в то, что этот праведный Бог когда-то накажет наше непослушание. Поэтому настоящая вера – это всегда ответ на Божий призыв. Это следование за Ним и выполнение Его заповедей. Как-то в горах случилась авария. Многотонный грузовик сорвался с дороги и полетел в пропасть. Водитель успел выпрыгнуть и схватиться за тоненькое деревцо. «Эй, кто-нибудь там наверху есть?» – крикнул пострадавший. «Да», – ответил голос. «Ты кто?» – спросил водитель. «Я Бог», – ответил голос. «Тогда помоги мне», – попросил человек. «Хорошо», – говорит Бог. «Отпусти деревцо, а я подхвачу тебя на руки». Водитель посмотрел вниз, подумал, а потом говорит. «Боже, а кто-нибудь, кроме тебя, там наверху еще есть?» Эта притча поможет нам понять еще один важный аспект веры, а именно доверие. «Верить» – значит доверяться. На иврите термин «верить» имеет интересный оттенок, который переводится как «представлять сущность» или «быть незыблемым, истинным, надежным, верным». Когда о Боге говорится, что Он сохраняет верность, то это нужно понимать, что Бог надежный, истинный и неизменный. Библейское замечание, что Авраам поверил Богу, имеет в виду то, что Авраам полностью признал за Богом все эти благородные качества, и вследствие этого пошел за ним, не зная ничего точно наперед. «Верить» таким образом обозначает довериться иногда неясному, неисповедимому, даже нелогичному, как может показаться Божьему Слову. Окружающий мир настраивает нас очень рационально. Чтобы довериться, нам нужны факты, доказательства, серьезные поручительства. Но у Авраама ничего такого не было. Он доверился Богу прежде, нежели убедился в его верности на опыте. Именно по этой причине он назван героем веры и отцом всех верующих. На сегодняшний день у нас с вами задание проще. У нас есть предшественники, есть Библия, и, если хотите, наука, которая уже много раз доказала целесообразность веры. Все это свидетельствует, что на Бога можно положиться. А теперь позвольте заметить, когда наша вера переходит на этот уровень, уровень доверия Богу, наша душа начинает чувствовать блаженство. Поэтому блажен не тот, кто верит в существование Бога, а тот, кто Его слушается и доверяет. В Новом Завете вера сосредотачивается на личности Христа. Предвечный Бог Ветхого Завета наиболее полно выразил свою волю и любовь в Иисусе Христе, второй ипостаси Божественной Троицы. Когда Христос принимал крещение на Иордане, Отец Небесный засвидетельствовал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Отныне слушаться Бога означало слушаться Иисуса Христа, воплощенного Бога. Закон Божий отныне сосредотачивался уже не на десяти заповедях, а на Евангелии, которые проповедовал Христос. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», — говорил Иисус. «Милость в Иисусе Христе превозносилась над справедливостью суда, которую провозгласил Моисей. Ожидая спасения души, отныне следовало полагаться не на жертву животных, а на жертву Иисуса Христа». В этом и заключается христианская вера. Довериться Богу обозначает довериться Христу. Когда апостолов спрашивали, что нужно сделать для спасения души, они отвечали просто. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Это формула веры. Тот, кто признал Иисуса Богом, Спасителем и Господином своей жизни, воистину веровал в Бога. Блажен, кто верует, тепло тому на свете. Желаю вам этого блаженства и тепла, который приносит с собой настоящая вера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok